Здравствуйте! Ещё раз всем спасибо, что пригласили меня, как обычно, в четверг. И хотела бы сегодня озвучить такую тему, что неуверенность — это результат суеты, а суета — это возвращение вниз. Что такое неуверенность? То есть, смотрите, неуверенность — это же не просто, когда мы неуверены в каком-то действии, в каком-то качестве, в каком-то объекте или в субъекте. Неуверенность — это именно то внутреннее состояние, когда мы чётко понимаем, что я этого не достоин, я это не смогу, мне это не дано. И можно хоть что придумать, но это в любом случае то состояние, состояние, когда ты себя не можешь найти, когда ты понимаешь, что тебя у тебя нет. И когда тебя у тебя нет, то у тебя получается вот этот вот провал, который ты не можешь интерпретировать, как более или менее стабильное состояние. И вот эта вот неуверенность, неуверенность в самом себе, пока ты не найдёшь себя, оно вызывает суету. Наверное, каждый на себе в какой-то определённый момент это испытывал. Если мы что-то не понимаем, недопонимаем, не видим, не осознаём, то мы начинаем суетиться. Самый обычный пример, там, я не знаю, когда, например, девушка с парнем встречается, и кто-то из них хочет кому-то понравиться, а когда мы хотим кому-то понравиться, это значит, что мы не уверены в себе. Потому что если мы уверены в себе, то нам без разницы, понравимся мы или нет, нам уже в принципе хорошо. И когда вот это состояние происходит, когда мы хотим понравиться кому-то, мы начинаем суетиться, мы начинаем рассказывать анекдоты, придумывать какие-то ситуации, там, из кожи вон лезть. Вот это вот суета образовывается. И это касается абсолютно всего. Когда мы выходим на работу, хотим быть одним из лучших сотрудников, когда мы ведём какую-то деятельность, какие-то мероприятия, даже в тех вопросах, когда мы общаемся со своими близкими, со своими родными, со своими родителями, либо детьми, и когда мы хотим быть хорошими хорошими для них, то мы создаём суету. И именно вот эта суета, которую мы создаём, она очень чётко считывается. Например, если мы в определённые моменты себя достаточно спокойно ведём, потому что мы держим фокус внимания на себе, то мы выдаём те вещи, которые для нас актуальны. И у нас такое ровное состояние и ровное состояние у наших близких. То есть мы не пытаемся что-то кому-то доказать, мы не пытаемся что-то кому-то навязать. А когда мы не уверены в себе, когда мы хотим что-то сделать получше, ну, например, это тоже очень часто прослеживается после каких-то определённых стор. либо когда мы понимаем, что вот здесь вот мы неправы и нужно как-то исправлять ситуацию, то мы начинаем искусственно вытаскивать вот эту вот суету. Мы начинаем искусственно вытаскивать, что «а давай я тебе вот это сделаю, а может быть тебе вот это вот приготовить, а может быть тебе вот это сказать, давай я там за тебя что-то, ещё там какое-то действие сделаю». И ты начинаешь суетиться. И вот эта суета, она направлена не просто не в тебя, она направлена, она выходит из твоего поля вибрации. И когда ты за счёт вот этой суеты выходишь за своё поле вибрации, то в чужом поле вибрации, не в своём, в любом другом, ты начинаешь падать вниз. Ты начинаешь не только себя терять, ты начинаешь терять контроль над ситуацией, ты начинаешь терять контроль над… Контроль, конечно, это грубое слово, но так более понятно, о чём ты говоришь. Ты начинаешь терять контроль над теми словами, высказываниями, действиями от любых других людей. И когда ты не понимаешь, что они сделают в определённый момент, потому что ты себя потерял, потому что ты себя не видишь, не чувствуешь, то в этот момент ты падаешь вниз, ты уходишь не только в глазах окружающих, как объект, за которым не нужно тянуться, не нужно слушать, не нужно смотреть, но и для себя ты становишься нулём, потому что вся вибрация, которая выходит за твои пределы, для тебя она равна нулём. Либо ты её наверху выравниваешь, либо если ты в разных вибрациях, то ты, получается, как умножаешь свою вибрацию на ноль, и ты уходишь вниз, ты перестаёшь себя ощущать до определённого момента, пока вот эта вот осознанность не сработает, пока тебя не выбрается обратно на твой уровень, на твой вибрационный уровень. И в этом состоянии мы не только себя, получается, начинаем опускать вниз, мы начинаем опускать вниз всё то, что создавалось на определённом этапе. То есть у кого-то неделю, у кого-то месяц, у кого-то год, у кого-то 10 лет. Отличное качество, наконец-то. когда мы в потере самого себя, то мы не можем принять даже ту информацию, которая предназначена для нас. И, может быть, вы замечали, ну, по крайней мере, у меня были такие состояния, когда, не знаю, там читаешь книгу, смотришь фильм, либо слушаешь какого-то человека, спикера, неважно кого, и ты его слушаешь, и оттуда выносишь там, ну, определённое количество информации, в лучшем случае, если там что-то выносишь. Если у тебя жизнь соткана из суеты, из тех состояний, которые равны нулю самому себе, а когда ты находишься, как у нас любят говорить, в ресурсном состоянии, когда ты находишься в тех вибрациях, которые соответствуют твоему физическому телу и соответствуют твоему внутреннему состоянию, то ты от каждого человека, от каждого плаката, от каждого баннера, от каждой строчки, между строчек, ты видишь определённые знаки, определённые ответы на какие-то вопросы. и у тебя жизнь начинает, твой жизненный путь на этом этапе, он складывается очень гармонично. И тебе не хочется кого-то искать, чтобы у кого-то спросить. У тебя не возникает этих мыслей, потому что ты идёшь в гармонии по своему пути. То есть ты направляешь свой поток в те вибрационные слои, в которых ты находишься, в которых тебе комфортно. И это называется как раз, когда ты идёшь в потоке. Это не когда ты просто катишься в этом потоке, и ты вообще ничего не понимаешь. Это именно свой поток, когда ты его направляешь на свои вибрации, и тогда тебе очень комфортно, очень комфортно что-то делать, с кем-то говорить, очень комфортно самореализовывать себя. Но это может быть только из состояния, когда ты уже понимаешь, что вот эта вот суета, она вообще не про тебя. Она не то состояние, в котором ты готов идти дальше и выискивать какие-то определённые пути для становления самого себя. Не знаю, понятно я ответила. Если есть вопросы, то я готова. Да, очень классно, очень классно, понятно, доходчиво. Здорово. Света, у меня пара вопросов. Да. Привет. Первый вопрос. Ты озвучила две фразы. Первая фраза. Когда человек не уверен в себе. В связи с этим вопросом. Что является предметом неуверенности в человеке? Неуверенность в человеке. Что является предметом неуверенности в человеке? Неуверенность в человеке, когда ты себя потерял, когда ты не понимаешь. То есть если я знаю себя, если я иду сам с собой, сама с собой, в определённом ритме своей жизни, и мне, например, говорят, вот нужно вот это вот сделать. И я тогда у меня чётко срабатываю. То есть я это буду делать, либо не буду. И я абсолютно сразу же выдаю этот ответ. Не потому что мне хочется слукавить, не потому что мне хочется себя показать с лучшей стороны, либо с худшей стороны. Просто потому что я чётко знаю, что да, нет, моё, не моё. И я иду в согласии с самой собой. А когда ты идёшь в неуверенности, неуверенность – это когда ты теряешь себя на определённые такие вещи. Но это банальный пример. Когда тебе что-то говорят, и ты думаешь, ну, я не знаю, может быть, я сделаю, а может быть, не сделаю. И ты всё равно хочешь быть лучше. То есть ты даже, если берёшься за какое-то дело, ты думаешь, ой, я, наверное, это не смогу. И ты начинаешь сам себя разрушать. То есть ты понимаешь, что это не твой уровень, но я дал определённый ответ, и ты начинаешь вот сам себя грызть этим. Бывает ещё, как бы с другой стороны можно на это посмотреть. С другой стороны – это когда тебе вот что-то говорят, а так как ты не видишь своего ресурса, не чувствуешь его, не ощущаешь. Ты говоришь, ну, я как бы для себя говоришь, ну, я как бы это делал, например, вчера, час назад, месяц назад. Но я не знаю, получится ли у меня. И начинаешь себе придурвать, я не знаю, получится ли у меня, потому что я не в той форме, не та погода, не та одежда, не то ещё что-то. Хотя ты уже знаешь, что определённые действия такого рода ты уже выполнял. Но ты настолько не в разбалансировке сам с собой, что ты начинаешь сам себе придумывать определённые критерии, по которым ты не пойдёшь ещё раз в этот опыт. Понятно ответила? Ну, более-менее. А вот ещё ты фразу уже несколько раз использовала, когда ты потерял сам себя. А что является предметом потери? Что потерялось во мне, в тебе или в человеке? Что это то, что я потерял? Ты вот часто используешь, когда ты потерял себя. Ну, что это такое за потеря? В чём она заключается? Если я знаю, что я потерял, тогда я как бы буду знать, что мне не терять, или что мне надо находить. Вот когда ты знаешь, что тебе что-то нужно находить, либо что-то нужно не терять, это как раз и есть потеря тебя. Потому что ты никогда не найдёшь, что ты потерял. Всё есть уже в тебе. Изначально априори ничего потерять нельзя. Но когда ты идёшь, вот это как раз то, что первые вопросы, второе, они очень честно связаны. Когда ты идёшь в недоверии к самому себе, когда ты не понимаешь, что у тебя, какой ресурс, какой ты есть сам ресурс, то ты идёшь и начинаешь выискивать эти ресурсы на стороне, не интерпретируя то состояние, которое есть уже в тебе. Мы никогда не можем извне найти ничего, потому что всё есть в нас. Это как раз о чём я и говорю. Вот эта вот клеточная структура, что она даёт? Она даёт всю гамму того, что было, есть и будет на планете, оно всё заложено уже в нас. Мы его извне не берём. И именно поэтому я и говорю, что раскрывайте себя, потому что все ответы внутри вас. И вот этот ретрит, который будет у меня в сентябре, мы как раз и будем его проговаривать о роде. То есть мы будем возвращаться к своему роду через клетку, где у нас уже есть все ответы. И на следующей неделе я попробую как бы немножечко раскрыть эту тему, что это такое. Понятно, понятно. Спасибо большое. Светик, такой вопрос сразу вдогонку. А кто я? Кто тот, который теряется в этом всём? И как ты видишь вот этого того, который теряется, а потом то он находится вдруг? Спасибо. Если вот так вот совсем просто говорить, то есть у тебя просто щёлкает вот это сознание. Ты его нашёл уже не один раз. Себя ты нашёл уже не один раз. Но у тебя, когда начинает подключаться ум, тебя выстёгивает. То есть я не есть какое-то тёмное пятно, я не есть какое-то ещё что-то. Это же уже много раз говорили, да? То есть у меня есть почки, у меня есть печень, у меня есть сердце. Но я не почки и не сердце. Но я всё это вместе. То есть когда мы говорим, кто я, мы его никогда не теряем. То есть ты Андрей, ты Йогин, ты водитель, ты мужчина. И вот это вот всё, вот этот вот полный букет, это и есть ты. И когда ты это чётко понимаешь, кто ты есть, то тогда ты начинаешь раскрываться. И вот эти вот, кто я есть, они потихонечку начинают раскрываться. И у тебя вот эта вот сама основа, грань, она открывается. То есть мы сначала себя залепляем этим всем, боясь на себя взглянуть, кто я есть. То есть вот у тебя, например, вот у тебя основа, да? Это ты. И вот мы начинаем вот эту вот основу закрывать. Там я есть водитель, я есть мужчина, там я есть это, я есть это. И всё вот так вот закрыли. И боимся туда взглянуть. И когда мы начинаем просто, вы сознаете, да, я есть мужчина, раз открылся лепесток, я есть водитель, раз открылся лепесток, я есть ещё кто-то, раз открылся лепесток. И когда вот эти вот лепестки открываются, ты есть всё вместе, и ты тогда уже чётко видишь вот эту вот основу, что я есть. То есть ты можешь быть и с этим лепестком, и без этого, но ты есть основа после того, как ты раскроешься. Ты хочешь сказать, что вот эта личность, как Петя, она уже была тоже как будто привязана к телу, и ты как бы знаешь это, и через Петю у тебя начинает всё проявляться, и ты как бы, у тебя начинается игра лучше, если ты как бы видишь это всё как программа, или я просто пытаюсь теперь тебя понять, как ты, откуда ты говоришь теперь. Вот смотри, ты пытаешься зацепить за какой-то единичный фактор, кто я есть, и от этого единичного фактора начинает раскрывать. Но тогда ты начинаешь, ты цепляешься за лепесток, а у лепестков нет других лепестков, есть только у основы лепестки, и когда ты начинаешь открывать, кто я есть из лепестков, то ты тогда видишь основу, потому что ты есть водитель, но ты можешь не быть водителем, то есть основа всегда только ты. Основа. Ты можешь быть водителем, можешь не быть водителем. Ты можешь быть там тем-то, можешь не быть тем-то, Но ты есть, вот этот стержень есть ты, и у нас очень чётко на осознании срабатывает, мы же очень часто себя ловим. Но как только мы себя поймаем истинного без чего-либо, то после этого наш мозг начинает нас возвращать в наши роли. Но эти роли, они тоже принадлежат нам. То есть я не могу стать тобой, а ты не можешь стать мной. Я есть, у меня есть своя основа, на которую всё крепится. То есть я там спикер, я психолог, я мама, я там женщина, я ещё что-то. Но это всё есть я, но я не единое что-то одно. Это вот именно весь спектр, то есть это то же самое, что как наше тело. Ты не почка, но в тебе есть почки. И то же самое здесь. Просто мы настолько привыкли копать далеко, что мы уходим туда, где нам не надо быть. Мы уходим в те дебри, где мы начинаем себя искать бесконечно, не видя то, что происходит вокруг нас. А нам нужно просто вот это мгновенное осознание, кто я есть, и потом ты идёшь дальше. Его не нужно искать всю жизнь. Кто я есть? Какое у меня предназначение? Что ещё? Заглядываешь внутрь себя, и открывается вся Вселенная. Пестик и лотос. Вообще прям ассоциация с этим. Ты говоришь, я вижу лотос прямо, вижу пестик. Некоторые берут пестик и изучают пестик. Откидывай листья. А лотос без листьев – это не лотос. Это просто палка, не знаю, что угодно. Мы просто всё время любим углубляться туда, куда нам не нужно. Нас всё время ум загоняет в определённые углы. Вот мы там начинаем сказать, я есть, кто я есть, я есть всё, всё есть я, я есть всё. А всё вообще это во мне, я есть ещё в чём-то. И мы забываем, что как бы ты себя вот ищешь, ищешь, ищешься, чтобы что? Чтобы идти в дальнейшее развитие, так начинай развиваться. И кроме тебя там никто развиваться не будет. Ты не научишься, ты не будешь там, я не знаю, там, смотреть, учить математику сутками, да, а потом сказать через какое-то время, сказать, ой, я учил-учил математику, а выучила Клавдия Михайловна, соседка с третьего подъезда. Этого же не будет. В любом случае, кто себя выводит на определённые уровни самопознания, тот и есть ты. Только ты иди дальше, не зацикливайся на одном этапе. И у тебя, чем дальше ты пойдёшь, чем больше ты начнёшь грани самого себя составлять, тем быстрее ты придёшь к определённым познаниям, то, что есть, вот это всё и что есть, и у тебя тогда уже отвалится, ты тут, а кто я? У тебя это будет априори уже, я есть я. Ну, Света, мне очень понравилась твоя вот эта аллегория с основой, с этими лепестками. И в своё время я для себя придумал такую как бы технику. То есть я мысленно пишу, сколько мне лет, и вычёркиваю. Я вычёркиваю национальность, вычёркиваю пол, вычёркиваю социальное положение, вычёркиваю домашнее положение, вычёркиваю и так далее. И когда я вот повычёркиваю, что я мужчина, мне столько-то лет, что я Украина, что я там, я не знаю, доктор и так далее. И когда я это всё вычёркиваю, вот эти вот все, как это по-русски сказать, ну вот эти на бумажках надписи, то что тогда остаётся? Кто я? Когда ты разотождествляешься вот с этими всеми, как ты прекрасно сказала, вот понятиями, я мужчина, национальность, профессия, возраст и так далее. И когда вот это всё убираешь, задаёшь вопрос, кто тогда я без всего этого? И вот тогда углубляешься вот в это, когда уже ничего нет. И тогда очень быстро ты начинаешь понимать, ну, кто ты, когда убираются вот эти вот все именно лепестки с этими надписями. Это просто... Спасибо. Расчехление, Влада, прям классно. Расчехление. Да, да, верно. Ольга там руку подняла, дайте ей, пожалуйста, слово. Добрый вечер, Светлана. То есть вот это всё ваше объяснение, оно меня приводит к тому, что неуверенность для вас, это когда мы уходим в какую-то один из наших, в одну из наших ролей, забывая о том, что мы основа и о том, что мы больше, чем это какая-то роль. Когда мы выходим из своего центра, и когда мы удаляемся от него, когда мы забываем о нём, и когда вот мы уходим в какую-то одну из своих граней, и забывая о том, что мы больше, чем одна из этих граней. Да, но тут ещё очень важный момент. Эта грань есть у нас, мы не можем её обесценивать. То есть если мы чётко понимаем, что вот эта грань, то есть мы уходим в одну грань и говорим, ой, здесь я не могу. А такого априори не может быть. Если эта грань в тебе, ты её откинуть не можешь. Поэтому неуверенность здесь, она вообще, если мы разбираем самого себя, она неприемлема нам, как физическому существу на этой плотности. Это придумали для того, чтобы нами точно так же управлять. Одна из верёвочек, за которую нас дёргают, не может быть неуверенности в самом себе. Да, то есть следует принять в себе всё своё проявление, множество своих проявлений, но не забывать, что ещё есть центр ИЭН. Да, конечно. Выходить из него. Конечно, спасибо. Ну, Светлана, по факту неуверенность возникает в момент как бы отождествления со своей основой. Как только ты от неё удалился, и как только твой луч внимания больше сосредоточился, как говоришь, на лепестке, и ты как бы теряешь связь с основой, вот тогда и возникает вот это треволнение всевозможное, и суета-сует. Да, именно поэтому мы вот это всё и проговариваем, чтобы любой человек, в том числе и я, когда случаются вот эти вот ситуации, какие-то неуверенности в чём-либо, чтобы мы чётко и сразу же понимали, отслеживать идёт, начали отслеживать, что, ах, если непонимание вот этой грани, как может быть этой грани моего лепестка непонимания, если этот лепесток и есть я? Как может быть непонимание самого себя? Сразу же этот лепесток раз обратно к основе, всё. Ты понял, что это твой лепесток? Это твой лепесток, он не чей-то, ты не можешь быть в состоянии неуверенности. Тогда это сразу же будет отпадать. Это почему вот это вот очень чётко нужно каждый момент проговаривать? Потому что мы очень часто сталкиваемся с такими вещами, что у нас что-то случается, что-то сбывается, что-то реализуется, и мы не понимаем, как это сделать. То есть мы радуемся, ну, здорово было бы, но на поток определённые вещи поставить не можем, потому что у нас нет понимания вот этой цепочки, как это всё произошло. И чем больше мы вот этих моментов разбираем, тем больше в голове складывается вот это вот с позвеньем всё, что мы понимали, чтобы вот это вот случилось, нужно сделать вот это, это, это и это. И если человек готов, он просто по эфирам может сложить себе дорожку. Светика, а как же игра, иллюзия вот этой игры, которая здесь происходит с точки зрения Пети? Что-то теперь я не могу найти начало. Как же Бог и как же вот эта тишина, из которой вот эта вот тишина, вот эта полная тишина, из которой всё произошло? Вот смотри, Андрюш, тишина – это опять же оценочное, оценочное, субъективное понимание, потому что когда есть тишина, значит, есть и шум. И когда у нас есть плюс, значит, у нас есть и минус, значит, мы опять в качелях, значит, нас опять бросают. Это не те состояния, куда нам нужно. То есть когда нам говорят, войдите в тишину, почувствуйте тишину, вас выбросит из этой тишины, потому что если есть тишина, есть и шум. Если есть плюс, есть и минус. Это, по мне, так не совсем правильное восприятие вот этой вот действительности, в которой мы сейчас находимся. И как раз и придумали вот эти вот игры, вот эта вот иллюзия, это иллюзия. Но ты же не иллюзия. Если ты поверишь в эту иллюзию, значит, ты сам иллюзия для себя. Ты сейчас в своей реальности находишься. Ты не находишься в иллюзии. Нет в твоей жизни иллюзии никакой. В твоей жизни каждое мгновение – это реальность самого себя. Но, Светлана, а разве вот эта основа, это не есть та самая тишина, та самая всё, множество всего заключающее в себе, из которой может родиться новый лепесток, новая грань, новое наше воплощение, новая роль в этой жизни? Я сказала, что это тотальная лёгкая благость. Это не тишина. Когда вы входите в эти состояния, вы можете слышать абсолютно всё и при этом оставаться в абсолютной благости. Это не тишина. Тишина – это, ну, наверное, когда ты… Я так полагаю, я в таком состоянии никогда не была. Тишина, я полагаю, это когда уже забивают последний гвоздик, и всё, вот он забит, и у тебя уже наступает тишина. Потому что если ты придёшь в тотальную тишину, есть некоторые состояния, когда ты приходишь в тотальную тишину. Ты там долго в этой тишине не пробудешь, ты можешь сойти с ума. То есть мы не приспособлены к этой тишине, потому что у нас её нет. В этой плотности тишины нет. В этой плотности мы можем прийти только к тотальной благости. И это немножко другое состояние. А тишина, наверное, это сделали такое слово, запустили, наверное, я бы так сказала, чтобы люди максимально стремились остаться без мыслей. А остаться без мыслей – это наше вообще природное состояние, когда мы очень чётко и очень долго, и очень практически всегда мы можем находиться без мыслей. Мы можем их отслеживать, как они идут, но не вовлекаться ни в одну мысль. И вот это вот, к этому состоянию просто многие делают различные практики. Но тут дело не в практике, тут дело в осознании. Когда ты это осознаёшь, тебе уже не нужна эта практика. И ты тогда можешь сказать, вот я в тишине. То есть когда ты не вовлекаешься ни в какие мысли, ты просто их наблюдаешь. А что за… тогда опиши, пожалуйста, благость тогда. Андрюш, это словами описать практически невозможно. То есть я могу в тебя вложить эти состояния, вот это знание я могу в тебя вложить, но через камеру пока у меня… Я не умею, правда, не получается. Но вот на ретритах у ребят вот есть вот эти вот… Когда вот буквально вот секунда, минута, ну не минута, а несколько секунд бывает вот это вот состояние, когда у тебя тотальная благость, ты за него зацепляешься, и ты чётко понимаешь, как к нему в следующий раз прийти. И оно всё больше, больше, больше увеличивается. И ты в этих состояниях уже можешь находиться любое количество времени. И уже на базе этого состояния ты уже можешь определённую структуру поведения своей плотности выстраивать. И тогда оно будет истинное. Тогда твой мозг не будет принимать ложь и неправду. Твой мозг может принимать только тотальную правду и тотальную истину, потому что только через эти вибрации у тебя будет откладываться информация. Ты уже не сможешь принять что-то того, что не существует. Потому что в твоём мире уже будет тотальная истина. Света, ну вот я так заметил у тебя такое некоторое противоречие в том, что ты сказала только что. Первая фраза, которая… Я с тобой абсолютно согласен, что вот это состояние без мысли – это как бы базовое состояние человека. Это очень круто. И находиться в этом состоянии, и можно просто работать, двигаться в этом состоянии. И одновременно ты сказала, что нужно просто наблюдать эти мысли. То есть если ты наблюдаешь эти мысли, там, где есть внимание, там есть энергия. То есть тем, что ты их наблюдаешь, ты их как бы и поддерживаешь. Вот этот мысленный поток, документальный фильм, тем самым ты его поддерживаешь. Не-не-не, Влада, здесь смотри, здесь немножечко по-другому. Я тебя перебью, я поняла твой вопрос. Смотри, когда ты наблюдаешь мысли, тогда ты переходишь в состояние, где ты получаешь информацию, голова уже не получает информацию. Ты не через мозг начинаешь думать. Ты начинаешь думать самим собой. Информация – это истинная, тотальная информация, которая вибрационная, она не в голову приходит. Мы через голову только начинаем обрабатывать мысли, и тогда у нас постоянно крутятся эти мысли. А когда мы выходим на другой уровень самопознания самого себя, то мы начинаем быть этой информацией. А когда мы начинаем быть этой информацией, у нас, ну, как сказать, мозг успокаивается, и ты наблюдаешь эти мысли, тебе не нужно головой выхватывать их оттуда, тратить энергию, поставь, тратить энергию, какую-то энергию, на то, чтобы, не знаю, сделать какую-то коллаборацию своих мыслей, потому что они тебе не нужны. Ты есть сама информация. Ты уже не цепляешься ни за какие мысли. Ты уже, голова у тебя здесь не принимает определенную информацию, информацию, которая ложная, которая поверхностная. Ты уже пользуешься глубинной информацией самого себя. Понятно немного? Так, вот это номер, короче. Ну-ка так, давайте. Так-так, поподробнее. Короче, теперь получается вот эта тишина, которая ощущение полноты, присутствие Бога и всего из чего, все это произошло. И получается, ты прошла дальше туда. И получается, через эти программы, то ты сначала отождествляешься от личности, как Петя. И теперь ты, получается, возвратилась обратно туда, где была и считаешь, что все вот это происходящее, как бы реальность, стала реально тобой. Вот тут как бы немножко давай разберемся, подискутируем. Да, ты же в этой плотности, ты же реален в этой плотности. То есть смотри, вот есть, ну, я не знаю, там можно их хоть как назвать, которые видят тонкие планы. Вот. Тонкие планы видят вообще все, но просто некоторые через мозг не пускают их к себе, потому что через мозг их обрабатывают. Их нельзя обработать через мозг. Только когда они находятся секундные состояния здесь и сейчас, они могут что-то видеть. Но потом мозг говорит, да ты чё, ты чё, такого не может быть. Может быть, видели, там, например, в темноте, там, или где ты стоишь, такое ощущение, что кто-то прошёл. Ты такой раз, никого нет. Ну, такие вот какие-нибудь подобные ситуации. Но за тонким планом есть ещё следующая плотность. И когда ты уже начинаешь не через голову пропускать информацию, а через себя, ты-то есть сама информация, и ты уже как бы тонкие миры, как бы, ну, это понятно. И следующую плотность ты тоже можешь спокойно увидеть. И тогда, когда ты эти плотности видишь, тебе уже не интересно вот это, в этой плотности обсуждать, кто я есть. Петя, не Петя, Вася, не Вася, сколько мне лет. Ты просто понимаешь, да, я есть в этой плотности, это не иллюзия, это реальность меня, этой плотности. Но ты можешь общаться как в этой плотности, так и в следующих плотностях, в которых ты видишь, в том числе и сам себя. Тогда кто тот, к которому ты постоянно возвращаешься? Вот теперь давай тогда будем разбирать. Ты же есть не только в этой плотности. Ну да, ты как бы, как я есть, вот это то, да, то, да, как бы, оно не зафиксировано ни в какой-либо точности, плоскости. Я тоже как бы могу вот эти тонкие, тонкие миры чувствовать и наблюдать. Но как бы там не есть я, и как бы я там не могу за что-то зацепиться и там провести какую-то фиксацию, чтобы вот как ты сейчас говорить, понимаешь? Поэтому и... У тебя это придет, и потому что через ум еще очень многие вещи пропускаешь. Мы же смотрите, как очень любим делать. Мы очень любим делать. То есть мы увидели какое-то определенное состояние, а потом нам нужно написать инструкцию через ум. А инструкцию через ум, состояние, где мы находимся вне ума, это априори сделать невозможно. И у нас получается вот тут путаницы. Ну вот это, вот в этом я и нахожусь. Вот в этом я и нахожусь. Только... Андрей, давай дадим слово Артуру. Давай дадим слово. Уже долго держит руку. Всех приветствую, ребят. Привет. Я слышно? Да-да-да, хорошо слышно. Хребко обнимаю всех. Как поживаете? У тебя есть вопрос, Артур? Я хотел поделиться немножко, если честно. Сегодня общался с психологом, он меня в мозге немножко вправил. Давай потом. Сейчас у нас идет Света Сбикер. Давай потом, Артур, поговорим. Хорошо, ладно. Ладно. Вопрос в том, что как бы, не знаю, правильно он вправил или нет. Тоже хотел уточнить. Мы проверим. Потом разберем. Понял, понял. Спасибо. Можно вопрос? Да, конечно. Андрей, а почему ты думаешь, что присутствие Бога есть только в тишине? Ну как в тишине присутствие Бога? Именно вот это состояние, которое не меняется, которое не меняется, и вот эта полнота, которая все пронизывает, из которой вот это все происходит. Вот я про это говорю в тишине. Это непростая тишина. Света, у меня к тебе вопрос. Ты вот в своем пояснении несколько раз использовала два понятия «правда» и «ложь». можешь дать определение, что такое «правда» и что такое «ложь»? «Правда» в моем понимании – это ложь, это когда ты видишь поверхность… «правда», которая есть внутри нас, которая есть внутри нас, когда вы приходите к этой информации, которая есть внутри нас, то она не может быть… То есть внутри нас, на клеточном уровне, не может быть информацией не тотально истиной. Интересно Понятие было ложь и правда Я разделяю, например, из три понятия Ты про что сейчас? Дима, ты кому вопрос задаешь? Да, ты вообще Стрял, короче, не по теме Тут уже все друг друга поняли Ты это сказал уже три понятия Истина, ложь и правда Я просто не очень понял сейчас Да, ребят, на самом деле Истина и правда это одно и то же Это мы любим делить Чем больше мы делим, тем дальше Мы уходим от этого всего Тем дальше мы уходим от самого себя Истина и правда У нас нет такого У каждого своя правда У каждого своя ложь, меру своей лжи Воспринятие данной информации Вот так вот это правильно А правда и истина, она внутри нас Всегда Ее нельзя сказать Правда у всех одна истина Она единая Ну а что за ерунда-то? Свети, хорошо Как мне понять, что я делаю правильно Или что это правда Или что это ложь? Ну это же сразу же чувствуется Вы же, наверное Вот вам когда что-то говорят Вот кто-то говорит И вы понимаете Если вы готовы воспринять эту информацию То есть если вы готовы Если вы подготовлены к определенной информации Вы чувствуете, что вот этот вот, например, врет Этот не врет Та информация, она как бы Она как масло ложится на вас Но если вам начинают говорить информацию К которой вы не готовы Вы начинаете ее отвердать И вы думаете, опять же, это не то То есть тут тоже тонкая грань Нужно это Дайте Нужно это четко Не том, чтобы понимать или интерпретировать Когда вы открываетесь Когда вы открываетесь для той информации Которая есть вокруг Когда вы чувствуете и ощущаете Что вы можете взять любую информацию То вот здесь вот на поверхности Вот в этом информационном поле Которое будет соприкасаться с вами Если вы понимаете Что вы идете к самому себе Благостным путем Сейчас опять ищутся вопрос Что благостный путь, да То вы сможете информацию брать Именно вот эту вот благую Которая есть истина в ваших клетках В наших клетках не заложено лжи Ложь, она всегда на поверхности Ложь это та, где мы можем интерпретировать Передавать другому Тот интерпретирует через свое мировоззрение И вот она все время где-то валяется под ногами Я понимаю, про что ты, Светик Я понимаю, Светик Это чисто интуитивно Ты понимаешь, что правда, что нет Что ложь, да? Света, то есть Это даже не на стадии интуиции идет Это на стадии внутреннего состояния самого себя Тотального самого себя Не просто там где-то ёкнуло Там где-то сердечко ёкнуло Ой, точно правда А это тотальное воспринятие самого себя В этой информации Светлана, то есть выходит дело Что очищая свое тело Идя в автономию Очищая свои клетки И чувствуя имя И чувствуя свое тело чище У нас будет легче доступ К этой, к своей истине Правильно я понимаю? Да, это правильно Но это немножечко не связано То есть смотрите Мы же привыкли, что У нас как-то идет вот из Из крайности в крайность Либо мы едим все подряд Либо мы не едим ничего Но когда мы облегчаем питание То тогда у нас Нам Нашим клеточкам проще встать в свои пазлы И начинать раскрываться для самого себя Но это не говорит о том Что нужно прям тотально убрать пищу А возможно Светик Светик Возможно Возможно Контакт наладить с клетками Типа через общение Через общение Что-то как-то так Конечно Вот на ретритах У меня ребята Они как бы Они ребята все увидели клеточки А сейчас на следующем ретрите Я уже понимаю Что как работает с тонким телом Если они будут Если у них будут Их выбрасывать То я могу сразу же Их обратно в это состояние Чтобы они быстрее Быстрее туда То есть можно их Не только увидеть А можно их распаковывать Как бы Мы вообще можем Свою ДНК менять Это в нас заложено Это не волшебство Это истина та Что у нас есть Что мы можем это делать И среди нас Очень много людей Которые это делают Просто мы не замечаем На определенном этапе Либо нам кажется Что это ерунда Это там чуть-чуть Это еще что-то Вот Но это все есть Мы просто все скромняшки Отдаем себе Очень чуть-чуть Возможности Делать в этом мире Реально Все скромняшки С детства Мы себе даем Вот чуть-чуть Реально Как будто капельку Капельку Ну По чуть-чуть Типа нам хватит Вот Чуть-чуть удовольствия Там Через то Через то Через ту же еду Она же вызывает То страдание То удовольствие То страдание То удовольствие А там Глубь Знаешь Мы не умеем Мы не умеем правильно Даже потреблять Ту пищу Которая есть То есть мы У нас пища Завязана на ритуальности А у нас должно быть Это естественный Если у кого-то Он и есть Это должен быть Естественный процесс То есть все же Прекрасно знают Что мы можем дышать Можем не дышать Кто-то дышит часто Кто-то в определенных Уже состояниях Там дышит реже И точно так же С едой Мы не должны делать Ритуальность Этого Этого Состояния То есть у нас Как это идет Мы сначала думаем Что приготовить Составляем меню Идем в магазин Готовим Едим Складываем все В посудомойку И вот это вот все У нас занимает Столько времени А по факту Это должно быть Вот ты дышишь Ты же не замечаешь Как ты дышишь Ты же себе не отдаешь Отчет Что сейчас я вдохну И я вдохну Там такую вот Композицию Менделеева После этого Вот эта композиция Разойдется у меня Там по всему телу Вот так-то и так-то После этого Я начну выдыхать Вот уже вот такую Композицию Менделеев И такой вот этот процесс Ты же об этом не думаешь Это естественный процесс И если уж мы Говорим про еду То это тоже должен быть Естественный процесс То есть прошел мимо Там какого-нибудь Яблока Раз съел его И это не должно быть Это не должно быть Ритуальностью Это то же самое Что я например Звоню Если я на работе Вот я ездила Как раз уезжала У меня дети Оставались дома Я звоню и говорю Вы что-нибудь ели А он сидит В трубку И говорит И это нормальное состояние, когда ребенок даже не помнит, ел он что-то или нет, потому что для него это в его жизни, это настолько неважный аспект, это настолько малозначимый аспект в его жизни, что он даже его не помнит, ел он или не ел. И у нас должно быть точно так же, то есть мы не должны испытывать голода только лишь потому, что мы вспоминаем, что мы ничего не ели. — Получается, вот это то, что как бы личность, вот через это личное развитие, вот это личностное развитие, через личностное развитие можно выйти на автономию, получается так, что ли? — Можно и так, да. С любой стороны можно, конечно. Можно, можно выйти через, как правило, вот кого я знаю, кто он там не кушает, да, как правило все через болезнь, через какие-то вот определенные состояния, которые жизненные обстоятельства выбросили. Если ты в обычном нормальном состоянии, то есть у тебя все прилично хорошо, то есть у тебя состояние здоровья более или менее хорошее, у тебя вроде бы жизнь складывается, то тебе перейти в автономный режим, ну, автономят дурацко вот это слово, перейти в состояние неедения достаточно проблематично, потому что нет этой зацепки, как бы ты туда переходишь-то, чтобы что. А если ты идешь не через болезнь именно, а обычный нормальный человек, тогда он идет в определенные состояния себя, и когда он идет в определенные состояния познания и в новый вибрационный уровень своего себя, своего я, то тогда вот эта вот ритуальность еды, она становится малозначимой, и она постепенно отваливается, потому что она неактуальна для него. На данном этапе его развития. Получается, через физическое тело, короче, здесь ты идешь через физическое тело, и оно само, само тело трансформируется, вот через этот процесс неедения, само тело трансформируется, и ты как бы очищаешь, настраиваешь его, и вот сама физика вот это, да? Тело всегда идет за тобой, не за умом, тело всегда идет за тобой, вот куда ты идешь, куда ты развиваешься, куда ты держишь путь, где тебя прям твой путь, то тело будет трансформируется. Если тебе нужно для этого пути столь, тело будет находиться в определенном состоянии, чтобы ты мог спокойно идти вот этим путем, будет столь. Если тебе нужно идти вот к этим состояниям, истинно тебе нужно идти к этим состояниям тысячу лет, десять тысяч лет, то тело будет идти в этом состоянии, то есть понятно, что не в таком, не в больном, а в этом состоянии будет идти тысячу лет, десять тысяч лет, неважно сколько. Если ты словишь это состояние, и это всё у нас прописано в клетках. Света, у меня к тебе вопрос. Ты сказала, что способна видеть клетки и на ретрите обучаешь. В связи с этим вопрос. Какой практически результат для повседневной в жизни в видении клеток? А вот я только что сказала. Когда ты видишь свои клеточки, ты начинаешь видеть себя. Ты начинаешь видеть историю своего рода. Это очень важно. Ага. История своего рода, это я имею в виду, ну, например, там 10 тысяч лет до нашей эры. Когда ты видишь этот процесс, он же не... На самом деле он не прошлый, он всегда здесь и сейчас. Если мы будем разбирать эту ситуацию, то у нас нет ни прошлого, ни будущего, оно всегда здесь и сейчас. И когда ты это видишь в моменте, вот все это, ты четко понимаешь, как тебе с этим взаимодействовать, и куда идти. Ты знаешь, как тебе с этим быть. А мы как слепые котята тычемся, и поэтому, а что я увижу в клетках? Если ты в таком состоянии и клетки не увидишь, ты не будешь понимать, тебе не чтобы что. Влада, мне кажется, свет имеет в виду не видеть их глазами, как они устроены, а считывать информацию с них. Внутрь себя, да, зрение внутрь себя. Марк Комиссаров этим занимается интервидеем, называется. Не знаю, не слышала. А если нет никакой цели, и как бы преследовать цель даже нечем, тогда как быть? Да у тебя, ну как, не бывает такого, что нет ни у кого цели. У кого нет цели, тех нет в этой плотности. У кого нет этих... Тут же дело-то не в цели, мы же как бы не в... Это нам навязали вот эти стереотипы цели. Вот должна быть цель, должно быть это, должно быть то. Это не цель, это твой путь. Светик, смотри, но у меня вот как бы нету никакого пути. Я вот все, что происходит, даже вот наш разговор сейчас, я это все со стороны наблюдаю. Я вижу, что происходит. Поэтому как бы у меня нет ни цели, ни пути, и ни того я, о котором ты говоришь, понимаешь? Поэтому я пытаюсь понять, я не могу тебя это... нащупать, не понимаю, откуда ты говоришь. Но у тебя сейчас прекрасное состояние, оно может перейти в обнуление, и этим состоянием тоже нужно просто насладиться, не нужно подключать ум и что-то выискивать. И ты сейчас просто... У тебя сейчас такое состояние, что ты, получается, ты определенного ресурса своих граней достиг, и ты не знаешь, куда идти дальше. То есть туда вроде неинтересно, здесь вроде что мне делать, туда, ну, я не знаю. Тебе нужно погрузиться, тебе нужно как бы сменить траекторию, тебе нужно погрузиться внутрь себя. Когда ты увидишь вот эти картинки, которые есть внутри нас, когда ты увидишь этот космос, у тебя не возникнет вопросов, куда тебе идти, понимаешь? Ты сейчас просто вот в какой-то сидишь в темной комнате, и ты говоришь, как бы, ну, сухо, тепло, там, солнце светит, все нормально, как бы, меня пока все устраивает. И тебе, например, в замочную скважину говорят, Андрюха, пойдем куда-нибудь погулять. Ты говоришь, ну, как бы, хочется, а нафиг оно надо. А с другой стороны, как бы для меня все игры открыты, я могу во что хочешь играть, могу в автономии, могу там еще что-то себе. Как бы для меня все открыто, по сути. Поэтому я могу поиграть, да, ну, как бы я знаю, где я, кто я, и поэтому, ну, ладно, хорошо. В том-то и дело, что ты играешь, а когда ты начнешь жить самого себя, то будут другие состояния, другие ощущения. Пока ты играешь, тебе каждая игра будет надоедать, потому что ты играешь в игру сам с собой. Ты сам нарисовал в морской бой, сам с собой его играешь, переворачивая листочек. А когда ты начнешь жить самого себя, тогда у тебя будет раскрываться. То есть ты в чужую игру уже входить не хочешь, потому что понимаешь, что правила будут не твои. Но и из игры ты выходить тоже не хочешь, потому что ты не понимаешь, что там вообще есть. Поэтому ты сам себе нарисовал поле боя и сидишь сам с собой играешь. Вот это номер. Спасибо, Светик. Я отключаю. Андрей, а попробуй в автономию на полгода поиграть. Это все ничего не даст. Игры ничего не дадут, ребят. Ну, потому что он не выйдет в автономию на полгода. Хорошо. Я думаю, что он может. Я все равно так же на этом же пути. Так что я потом... Сейчас я ничего не могу сказать. Позже, товарищ, позже. Андрей, ты прокололся. Ты две минуты назад говорил, что у тебя нет ни пути и ни цели, а сейчас только что сказал, что ты на этом пути. Ну, ты определись. Это во-первых. А во-вторых, Светлана тебе четко отдала, она тебя так очень тонко расчехлила, потому что ты озвучил такую фразу, что ты не можешь ее как бы понять, то есть схватить, потому что ты это пытаешься сделать из ума. А если ты будешь в том состоянии, о котором ты говоришь, ты просто начнешь воспринимать это даже не как информацию, а как просто такой энергетический поток, который в тебя входит или не входит. Поэтому вернись в свое состояние, и вот может тебе побольше пообщаться со Светланой, и будет очень интересно. Я предлагаю дать слово Максиму. Спасибо. Ему надо научиться общаться самим с собой. Уже хватит в тишине там сидеть. Давайте Максиму дадим слово. Да, я сейчас быстро спрошу. Светлану, смотрите, вот сегодняшняя тема неуверенность, это и доверие себе на том уровне, что мы слышим в своей клетке. Это вот две противоположности. Можно так это обозначить? А можно еще раз повторить? У меня связь пропадала. Ну вот мы только что говорили о считывании информации со своих клеток. То есть это полное доверие себе. Только в такой ситуации возможно услышать себя и услышать информацию, которую мы в себе храним. И это все, вот это полное доверие, это как раз противоположность теме сегодняшнего эфира, неуверенности. Ну да, ты же себе не можешь не доверять. Это полная, тотальная доверенность себе. Только через это ты можешь увидеть самого себя. Спасибо. Так, что там с Максимом? Максим. Да, добрый ночью, Машка. Светлана, а куда посмотреть в себя, чтобы увидеть клетку или как-то? Посмотреть в себя. Максим, я вам за минуту этого рассказать не смогу. Я, мы на третьи сутки, на ретрите, на третьи, на четвертые сутки, на ретрите туда заглядываем. Сутки. Мы практически, ну, очень много часов с ребятами сначала разговариваем. Сначала мы прорабатываем многие аспекты самого себя. Я, и только после этого мы туда сможем посмотреть. То есть это какой-то аспект себя? Я есть я. А как? У нас много аспектов, много граней, конечно. У нас много заблокировано. Аспекты проявления. Или все-таки я, либо аспекты проявления себя. Ну ты как? Ты есть аспект проявления. Ты почему себя разделяешь-то? Я есть я, аспект не аспект. То есть носки есть носки, гирка на носках отдельно. Носки отдельно, гирка на носках отдельно. Такого же не бывает? Ну кто когда? Кто как понимает? Физики говорят, что вся наша вселенная вообще дырка. А мы, получается, носок. Вот дела. Что-то себе похоже на брянских музыкантов, короче. Там еще кто-то руку тянет. Спросите, что домой что-нибудь там дополнили. Станислав, говорите. Станислав, говорите. Ребят, мне, к сожалению, нужно вас покинуть. У меня сейчас следующий эфир. Очень быстро с вами пролетел час. Давай, Светик, всего хорошего. А Станислав, говорите. Светик, что, ответишь? Давайте, давайте. Меня подключили. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Правильно, что нам нужно некое постоянное насыщение чем-то. То есть мы вот потому едим, что мы от еды получаем удовольствие, наслаждение, насыщение и так далее. И оно безотказно работает всю жизнь, как бы, и все хорошо. Если ее убрать, то просто сидеть, как бы, скучать, ну, не получится. Нужно либо изнутри насыщаться, либо вот едой там. Я подняла ваш вопрос. Смотрите, я уже говорила, на него отвечала, быстренько сейчас отвечу. Еда нам дает эмоции. Эмоции — это неестественное состояние нас самих. И когда мы не умеем переходить на чувствование, то нам нужно восполнять себя эмоциями. Когда мы начинаем познавать самого себя, то мы все больше и больше углубляемся в чувствование. И у нас начинает раскрываться наш спектр чувствования. Их больше 360. То есть мы сейчас знаем только 5, да, там вкус, нюх, там где-то. То их больше 360. И когда мы уходим в чувствование, то тогда нам неинтересны становятся эмоции. А эмоции мы получаем от еды. От еды мы больше ничего не получаем, кроме эмоций. И тогда еда у нас отваливается. При расширении самого себя мы расширяем спектр своих чувствований. И нам как бы специально не нужно чем-то накачиваться. То есть оно само собой в чувствование уходишь, и это как бы само собой происходит. Я правильно понимаю? Ну, ну как, да, конечно. Тебе уже неинтересно становится. Если чувство трансформируется. Удовольствие как бы изнутри идет, и тогда оно компенсирует еду. Вот это оно не нужно просто, оно замещает все. Оно нет от этого состояния удовольствия. Есть состояние чувствования, и оно намного глубже и ярче. Оно объемное. Ты начинаешь быть объемным. И вот эта вот плоскость эмоций, она тебе уже неинтересна. Ну, в общем, понял, да. Спасибо. Светлана, у вас был день рождения недавно. Мы вас поздравляем с прошедшим. Что вы себе позволили в этот день? Поделитесь, если можно. Я ездила на Дальмены в Ильский, и у нас там 3-4 числа меня замечательная девушка, Светлана, экскурсовод, водила по Дальменам, по мудрецам, и очень-очень много информации я оттуда подчеркнула. И где-то даже, ну, наверное, я как-нибудь на своем канале уже расскажу, что такое, потому что мне нужно переварить информацию, и очень много было. Очень много открытий для самой себя, очень много новых знаний, новых впечатлений, которые у меня еще пока укладываются. Вот, да. Я себе позволила вот эти два дня. Я была на Дальменах с мудрецами. Здорово. То есть информация приходит не только из клеток, но и из внешних источников. Плотность другая, да. Когда мы раскрываем клетки, мы же начинаем трансформировать самого себя. У нас получается конвертирование. То есть мы из одной плотности можем спокойно видеть другую плотность. Мы себя уже видим в других плотностях, а в других плотностях там другая информация. Просто единственное, что ту информацию, которую получаешь там, ее нужно как-то конвертировать обратно в обычные слова, чтобы передать здесь. Да. Это очень сложно. Конечно, Далмена – это очень интересная тема. Если вам будет возможность нам об этом рассказать, было бы интересно. Спасибо большое. Спасибо огромное. Я отключаюсь. Приятных вопросов. Продолжение следует... Продолжение следует...